На канале АТС Новости Утро в студии работает Светлана Антимонова. Здравствуйте! В этом выпуске вы узнаете о том, выросли ли зарплаты у новосибирцев, о том, где можно поностальгировать и об экспозиции спасателей. Но обо всем по порядку. В 2022 году зарплаты выросли у 11% новосибирцев. В целом по стране 15% респондентов подтвердили рост жалований. Служба исследований крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России провела опрос. О росте зарплат сообщили 26% представители сферы добычи сырья, 25% специалистов по закупкам, примерно столько же IT и банковских служащих. Реже всего о повышении зарплаты говорили работники из автобизнеса и высшего менеджмента. В Академгородке появилось новое музейное пространство. В Институте вычислительной математики теперь можно увидеть, как работали ученые в разные времена. Об устройстве их лабораторий, технику, которая сейчас вызывает ностальгические улыбки. Ну а первая выставка посвящена новогодним традициям в научном центре. Сергей Толмачев полистал старые журналы, сыграл в компьютерную игру конца 70-х и послушал музыку, под которой танцевали наши бабушки и дедушки. Пианино здесь старое, времен основания Академгородка. Кресло историки из квартир ученых, кульман из лаборатории 60-х. А елочные игрушки приносили потомки основателей крупнейших институтов. Их, наверное, привезли с собой первые математики. Это семья войтишек. Нам отдали в музей много предметов после ухода родителей, их дети. И вот такие вот фрукты как раз из рук математиков, которые у нас здесь работали в институте. Мне очень тоже дорогие вот эти вот флажки. У нас они есть на стене, но это такой маленький наборчик, который был в чемодане, который был из семьи Буткеров. Отдельное место для компьютеров, на которых работали исследователи. Некоторые даже можно сейчас совместить с Windows, но в основном другие операционные системы. Например, Solaris. В нем есть и Photoshop, и видеоредактор, и графический. Представлены и еще более старые технологии EVM. Теперь, когда мы привыкли к флешкам и уже забыли даже про дискеты, когда-то не было и этого всего. И все программы были записаны просто таким вот образом, на стопке бумаг, которые машина читала с помощью дырочек, пробитых в этих бумажках. И если у вас дырочки нет на определенном месте, то это бит 0, если есть, то это бит 1. И так из ноликов, единичек собиралась программа. С тех пор мало что изменилось, разве что объемы. А если вам лет 50 и у вас ностальгия по детству, то вперед к первым компьютерным играм. Правда, в ближневскую эпоху это было почти недосягаемой мечтой. Консоль Atari задолго до всяких Sega Mega и Nintendo. Это был прорыв, который позволил перенести игровые автоматы в квартиры. Задача простая. Беру джойстик, я капитан космического корабля. Моя задача уклониться от астероида и по возможности его расстрелять. То есть спасти мир. Чертовски увлекательно. После Нового года здесь появятся другие экспозиции, посвященные и домашнему быту ученым, и их работе в лабораториях. А пока советское шампанское, журналы «Огонек» и «Тихая мелодия радиолы». Сегодня исполнилось 50 лет выставки пожарно-спасательной службы Новосибирской области. На праздничном мероприятии рассказали об истории уникальной экспозиции. Открылась выставка в 1972 году. Первыми экспонатами стали электромеханические диорамы, одна из которых, например, демонстрирует пожар в Новониколаевске 1909 года. Сегодня выставка содержит и целый парк пожарной ретро-техники, макеты достопримечательностей мегаполиса и интерактивный виртуальный комплекс для обучения, который ежемесячно посещает сотни школьников и кадетов. Сегодня, вот с 2016 года, переехав в эти помещения 700 квадратных метров, мы сумели, без ложной скромности скажу, обогатеть значительно экспозиции музея. Вот год сейчас заканчивается, 2022, уже проведено 500 экскурсий, посетили нас 20 тысяч людей, это дети. Подарки вручают детям с ограниченными возможностями в Куйбышеве. Собрать их помогли неравнодушные горожане. Акцию запустил местный благотворительный фонд. В планах поздравить детей с нарушениями здоровья и детей, чьи семьи оказались в сложно жизненной ситуации. Оксана Тимошенко подробнее. Предприниматель Мария Рыжова к новогодней благотворительной акции впервые присоединилась пять лет назад. С тех пор ее компания собирает подарки для подопечных фонда. 30 наборов со сладостями подготовили и в этом году. Для человека создан для того, чтобы дарить благо, добро. Мы все люди, люди вместе, это сила. Соответственно, надеюсь, что и другие люди подключатся и подарят детям немножко радости. Потому что это очень хорошо, это очень радостно даже видеть детей, которые довольны, счастливы. В детском развлекательном центре решили не просто собрать подарки, а вручить их ребятам прямо на дому. Так Дед Мороз и Снегурочка смогут лично передать частичку тепла от каждого дарителя. С удовольствием откликаются. Спрашивают, когда принести, до какого числа надо принести. И приносят, приносят. Даже приносят, бывает, домой привозят. Если мы здесь не находимся, к нам привозят. Где вы находитесь? Можно вам подвезти подарки? Пожалуйста. К встрече с подопечными проекта «Счастливая мама» волонтеры отряда «Доброволец» подготовились основательно. Ребят с ограниченными возможностями здоровья школьники поздравляют второй год подряд. Я же волонтер, для меня это есть счастье сделать дело. Мои ребята очень всегда радуются, ждут этого момента и стараются как можно больше вложить в это мероприятие, чтобы оно получилось красивым, хорошим. Подарки приготовили, то есть все, что могли, сами своими руками сделали. Немножко сладостей, фруктов добавили в подарки. Надеемся, что ребятам очень понравится. Ксюша Копцова вместе с младшей сестрой новогоднего волшебника в этом году встречает одну из первых. Наконец-то ты пришел и не заблудился. Здравствуй, дедушка Мороз. Ты мне даже снился. Большое спасибо всем, кто принял участие в поздравлении моих деток. Очень полезное дело. До Нового года волонтерам предстоит объехать почти два десятка ребят. Я очень благодарна нашим постоянным спонсорам, нашим волонтерам, нашей любимой третьей школе, нашей любимой десятой школе, нашим всем-всем-всем нашим друзьям. У нас появилось еще два ребенка-инвалида с ограниченными возможностями. Это два колясочника. Они, чтобы вы знали, вообще не выходят из дома. Мы также к ним адресно поедем и также поздравим с дедом Морозом Снегурочкой. На этом акция не заканчивается. Подарков ждут еще десятки подопечных благотворительного фонда. Время добрых дел продолжается. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. Каждый седьмой новосибирец, ожидающий годовой премии, планирует положить ее в копилку. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы. Кроме того, популярные ответы. Деньги готовы потратить на семью и новогодние подарки. Каждый десятый собирается раздать долги и закрыть кредиты. Каждый одиннадцатый отправится в путешествие. Тех, кто собирается отложить, годовой бонус втрое больше среди мужчин, чем среди женщин. Кроме того, представители сильного пола чаще планируют потратить премию на выплату кредитов, ремонт и вкусную еду. Предновогодние расходы на себя, на семью, подарки, путешествия, образование и текущие нужды более характерны для женщин. Профилактика злоупотребления алкоголя в новогодние праздники. Этой теме Минздрав страны решил посвятить последнюю неделю декабря. Лучшая профилактика – это полный отказ от спиртных напитков. Когда мы предлагаем пациенту что-то или рекомендуем, или соглашаемся с тем, что да, он потребляет небольшую дозу и так далее, то мы на себя прежде всего должны взять ответственность за то, что даже небольшая доза вызывает зависимость. И вот рекомендовать конкретную какую-то дозу или соглашаться с пациентом – это всегда очень рискованно. Понимаете, можно здесь навредить. А наше основное правило и задача – это не навреди пациенту. По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголь является причиной более 200 различных нарушений здоровья. К ним относятся гипертония, инфаркт, гастрит, анемия, психические расстройства, онкологические и инфекционные заболевания. В мире каждый год от последствий употребления алкоголя умирает 3 миллиона 300 тысяч человек. Столетие со дня рождения Михаила Меньшикова отметили в Новосибирском художественном музее. В залах открылась большая выставка, рассказывающая о творчестве известного скульптора. Всю самую яркую, сознательную, творческую, взрослую жизнь он прожил в городе Новосибирске и оставил здесь такие замечательные произведения, которые стали, многие из них стали символами нашего города, даже если не все люди, проходящие мимо этих бюстов, этих монументов, знают о том, кто является автором этого произведения искусства. Родился Михаил Меньшиков в Челябинске, с 1940-го служил в воздушно-десантной бригаде. В 1042 году получил ранение, был уволен в запас и работал инструктором-парашютистом. Уже после войны Михаил Меньшиков окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, переехал в Новосибирск. Многие его работы связаны с военными историческими темами. Меньшиков – автор памятника Бориса Богаткову, бюста в сквере героев революции, памятника воинам-сибирикам в сквере 30-летия Победы. Он работал над скульптурной группой ДК имени Горького. На выставке представлены фотографии, скульптуры из разных материалов, а также работы еще двух известных художников – сыновей Михаила Меньшикова – Даниила и Сергея. Отец, он практически, он работал и работал, и работал, и работал, и работал. Мастерская, его мастерская была одновременно и нашим вторым домом. То есть мы в этой мастерской с братом практически проводили почти все время в школе. У нас был там свой верстачок, свои инструменты какие-то. Причем он нас не нагибал в сторону именно изобразительного искусства. Хотите строгайте, хотите пилить, хотите солтатиков, хотите кораблики. Но с инструментом помочь со всяким он всегда готов был. Горнолыжный склон собственными силами. Инициативные родители Новосибирской школы горных лыж приняли участие в строительстве новых спусков. Впереди усиленное оснежнение, и после Нового года можно будет устанавливать бугельный подъемник. Склон протяженностью 300 метров, что больше, чем старый спуск. Скорее всего, там спортсмены будут специализироваться на ски-кроссе. Для этого построили специальные бугры. На старом склоне изменили геометрию, угол. Для этого еще летом начали подсыпать землю. Сейчас мечтает о замене старого бугельного подъемника на кресельный. Стоимость одинаковая, но кресло – это комфорт и безопасность. В планах строительство новых корпусов. Индексация выплат семьям с детьми – это одно из главных социальных событий следующего года. Об этом заявил представитель регионального профильного министерства. В Новосибирской области выплаты на детей получают более 147. Свыше третий из них – многодетные и с ребенком-инвалидом. Всего действует 21 выплата. Такое многообразие форм социальной поддержки семьи с детьми будет и в следующем году. В 2023 году, с начала 2023 года, все системные выплаты индексируются у нас на 9%. Также увеличиваются в 2023 году единовременные выплаты, которые прежде, до этого года, ранее не индексировались. Это такие выплаты. Как дополнительное пособие молодой семьи – это выплата при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс, при поступлении в ВУЗ. И вот такие вот подобные выплаты. Самой удачной покупкой для новосибирцев стал электронный девайс. А вот бесполезный, согласно опросу сервиса «Суперджоп», горожане называли неподходящую одежду и обувь. Причем для мужчин лучшим приобретением в выходящем году стали не только электронные устройства, но и бытовая техника, и спорттовары. Женщины чаще радовались покупке путевок и мебели. А каждый четвертый не смог назвать ни одного удачного приобретения. В списке бесполезных трат – парфюмерия, сладости, телевизоры и фитнес-абонементы, подарки и посуда. Почти четверть новосибирцев в наступающем году мечтает найти новую, высокооплачиваемую работу. Такой ответ дали 23% респондентов, участвовавших в опросе Сберстрахования о целях на 2023 год. Второе место по популярности заняла задача накрыть достойный новогодний стол и хорошо провести праздники. Такое мнение высказал 21% новосибирцев. Чуть меньше хотят приобрести автомобиль, а каждый шестой мечтает начать правильно питаться. При этом снизилась доля тех, кто в новом году собирается пойти в спортзал. Начать копить и научиться управлять бюджетом по-прежнему планируют 5% опрошенных жителей Новосибирска. Также в топ новогодних обещаний у горожан вошли намерение родить ребенка, получить второе высшее образование или повысить квалификацию, открыть собственный бизнес. Приехать из Кузбасса в Новосибирск станет удобнее благодаря нацпроекту БКД. 20 километров Ленинск-Кузнецкая трасса отремонтируют в 2023. Автомобильная дорога Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий – трасса с высокой интенсивностью движения. Как сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, необходимость ремонта связана с неудовлетворительным состоянием существующего покрытия. Недостаточно высоким техническим уровнем дороги на отдельных участках. Работы им пройдут на четырех отрезках. Подрядчику предстоит выполнить фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, уложить выравнивающий слой, укрепить обочины. Напомню, в этом году отремонтировано 17 километров трассы Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий. Познакомиться с национальным колоритом – одна из задач Всероссийского съезда Дедов Морозов. Он стартовал в Новосибирске и продлится до 25 декабря. Начали серьезно, огласили повестку, выдали мандаты. Деды Морозы, конечно, обсудят вопросы, но они обсудят вопросы уровня, у кого борода длиннее, как правильно выбрать послушного ребенка и так далее. То есть вопросы исключительно в прене будут исключительно вот на такие темы. И, конечно же, мы постараемся, чтобы Дедов Морозов увидел весь город. В планах объехать все районы Новосибирска, открыть все елки. Так сегодня делегацию первого Всероссийского съезда можно ждать в Первомайском, Советском, Кировском, Ленинском и Октябрьском районах мегаполиса. Вечером Деды Морозы помогут открыть самый длинный каток в России на Михайловской набережной. Долго задерживаться в нашем областном центре не будут. Перед Новым годом у бородатых волшебников много работы и по месту жительства. Кстати, Деды Морозы рекомендуют их коллег приглашать дамы к детям не младше пяти лет. Родители тоже нам должны иногда помогать. И, может быть, не всегда нужно вот звать к ребенку маленькому Деда Мороза. Ребенок может испугаться. А Дед Мороз добрый волшебник, но такой хохмач, он может вот прям вот веселить. А ребенок маленький испугался. Это очень страшно. Поэтому очень осторожно, дорогие Дедушки Морозы, перед Новым годом хочу вам сказать, очень осторожно к этому относитесь. И к этой минуте информация вся. Развитие событий в следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова